Если ты поклонник дрифта или GDM культуры в общем, то тебе должны говорить что-то такие слова, как Акина, Цукуба, Мюаги и Буси Минами. Это не матерные слова, если что. Это знаменитые трассы, где любят гонять гонщики со всего мира. Также они светились не раз в легендарных аниме. Если ты также любишь открытый игровой мир, общение, красивую графику, уникальный функционал и реалистичную физику, тогда тебе на дрифт нравится, детка. Привет, друг! С тобой Эван. Как ты понял по названию, по превью и по началу ролика, я надеюсь тебе оно понравилось. Сегодня мы вместе с тобой зайдем на уникальный проект GTA V, который называется Drift and Rears. Это единственный проект GTA V, которым нету карты GTA V. Да, здесь полностью кастомная, большая, проработанная карта, которая еще будет дорабатываться. Также легендарные трассы с аниме, куча замененных автомобилей, уникальная физика, дома, веселье. И впрочем, много-много чего интересного. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать и мы начинаем. Ну что, друг, как ты понял, тебя ждет сегодня максимально информативный, максимально познавательный, максимально уникальный ролик по уникальному проекту. Если что, ссылочка на него, группу, дискорд и айпичник будет в описании. И также в описании будут размещены тайм-код для удобства навигации по ролику. Если вам неинтересен какой-то момент, вы можете переместиться по ролику и посмотреть то, что вам интересно. Но я думаю, интересного здесь точно не будет. Как вы поняли, я уже немножечко развился, но начнем с самого начала. Что же происходит при входе на сервер? Первое и самое странное это то, что на этот сервер не так легко попасть. Потому что это сервер, который находится еще в бете, но в связи с реальными событиями, которые сейчас происходят в мире, да. Этот сервер стоит на хостинге в Москве, поэтому некоторые игроки из Украины не смогут зайти на этот сервер. Но они смогут, потому что я сам из Украины, некоторые смогут, некоторые не смогут. Если вы не можете зайти на сервер, вы грузитесь на него, вам пишет connection closet. Вы просто устанавливаете VPN, который называется hotspot. Он, в принципе, ссылочку не буду наставлять, просто напишите в гугле hotspot. И все, кто проживает на территории Украины, вам выдают премиум. Вы можете бесконечно, бесплатно пользоваться этим VPN и заходить на любой сервер. Просто эта проблема бывает не у всех, а вот кто с ней столкнется, вот такой вот способ решения этой проблемы. Значит, первое, что мы увидим при заходе на сервер, это начальное меню. Кстати, здесь идет, я так понимаю, привязка аккаунта по Rockstar. Здесь не нужно регистрироваться, как на других серверах. Ты просто заходишь, выбираешь язык. Здесь есть два языка, конечно же, русский и английский. Выбираешь язык, на котором тебе удобнее будет играть. И, в принципе, начинаешь. Как только ты начинаешь, у тебя присутствует квестовая линия. Конечно же, я записал эту квестовую линию, поэтому сейчас, я думаю, стоит переходить к квестовой линии. Хотел вам, конечно, показать все квесты, как она происходит, но лучше вам перескажу, потому что это занимает очень много времени, а эфир в нас не вечен. После регистрации нас встречает старый друг, у которого есть два автомобиля. Е36 и 350Z. Он дает нам задание сесть на его 350Z и поехать его помыть. После чего нам нужно будет поехать на свалку, посмотреть, сколько же он стоит. Как мы приедем на свалку, он скажет, что цена не такая, она очень маленькая. Поездить в тюнинг ателье, забери некоторые детали. После чего мы едем в это ателье, забираем детали, отвозим этому нашему другу. Он говорит, ну все, я 350Z сейчас сделаю, ты садись на Е36 и отвези ее Тревору на авторынок. После чего мы приезжаем на авторынок, отвозим Тревору. Тревор говорит, что ты такой хорош, спасибо, что привез. И говорит, а ты не хочешь купить у меня какую-то тачку? После чего мы выбираем свою первую тачку. Это или Е36, или 350Z. Потом нам нужно надрифтить 200 очков, показать, что мы умеем дрифтить. И в принципе на этом весь квест заканчивается. Как вы поняли, после прохождения квестовой линии у вас появится один автомобиль. Это или BMW Е36, или Nissan 350Z. Но не стоит огорчаться, потому что у меня специально для вас есть промокод. Все, что вам нужно, это открыть чат на клавишу Т. И написать команду, которую в принципе сейчас видите на экране. И которая будет в описании этого ролика. Это invite. И код реферальный, можно сказать. 521244. Этот код обязательно нужно ввести до 30 минут игры на сервере. Если вы проиграете больше 30 минут на сервере, то этот код больше будет вам недоступен. Если вы успеете ввести этот промокод, вы получите 20 тысяч долларов, что достаточно много на этом сервере. Потому что здесь достаточно интересная экономика. Нет никаких работ и т.д. и т.п. Вы получите 20 тысяч долларов при достижении 100 тысяч очков. То есть вам просто нужно надрефтить на любом автомобиле 100 тысяч очков. И вы получите 20 тысяч долларов на свой баланс. Я думаю, у вас с этим проблем не будет. Когда вы зашли на сервер, ввели промокод, прошли квестовую линию, вы думаете, что же это такое делать. И конечно же руки тянутся к менюшкам. Ну что, пацаны, я сейчас поставил вот такой вот приятный, прям хо-хо-хоу, какой приятный скин, я тебе говорю. Как бы, чтобы вам было приятно смотреть, вам понравился этот сервер, как бы было удержание аудитории на ролике. Поэтому я думаю, в этом скине будет самое нормальное. Сейчас вместе с вами быстро пробежимся по всем существующим менюшкам. Пробежимся, знаешь, клавиша F2. Это открывается список игроков. Знаешь, какие у нас главные меню? Главное меню у нас есть одно. При нажатии на клавишу игры мы попадаем в главное меню. Значит, слева у нас пишется ник игрока и его левел. Под ником пишется количество очков, сколько он дрифтил, посередине время дата, и справа пишется, сколько денег он заработал. Кстати, чтобы повысить левел, вам нужно дрифтить 1 миллион 100 тысяч очков, и тогда вам дадут следующий уровень, и дадут бонус в виде доната. Так что это очень приятно. Значит, у нас есть здесь менюшка вернуться в гараж. Мы можем в тюнинг вернуться, сразу затюнинг свой автомобиль, чтобы не ехать на метку. Также здесь пишется change lock и новости сервера. Кстати, обновление выходит каждую неделю. Если мы перейдем на профиль, здесь пишется уникальная идея, регистрация, сколько я нахожусь в игре. Как видите, 6 часов уже играю. Дальше идет транспорт. Не смотрите, что справа замазано, потому что это спойлер к серии, вот, поэтому я не буду его размазывать. У нас есть, например, BMW E36. Как вы поняли, это F3, как на других проектах. Здесь мы можем переместить авто к себе, переместиться в авто и скрыть автомобиль, то есть его убрать. Телепорты. Это все наявные телепорты, которые ты можешь тепехнуться. Автосалоны, Sun City, то бишь город, главная карта. Шутоку, Экспресс Вэй, это наша карта. Горные трассы, кольцевые трассы и, конечно же, настроечки. Настроечки, это сменить вид гаража, это позже. Общие настройки, где мы можем поменять погоду, время включить-выключить voice chat, игровое освещение включить-выключить. Интерфейс. Здесь мы можем выключить интерфейс. Можем выключить, как и все. Просто пощелкать влево. Можем просто все включить подряд. Ну и последнее, это атмосфера, где вы можете включить-выключить кастомные фишки этого сервера. Последнее менюшка быстрого доступа, это Z. Вот, мы его можем переместить, куда вы хотите, например, вот так вот сюда, да. Значит, мы можем включить двигатель, если мы будем находиться в автомобиле, включить аварийку, открыть-закрыть, капот-багажник, двери, окна, анимации. Мы можем выбрать любую анимацию, какую вы захотите, например, вот тестовую, вот такую, например, можете. Да. И можете моментально сменить настройки, то есть погоду, вот вы можете на разную поменять. Можете поменять время, на ночь, утро, день, и оно никак не зависит от реального времени, как бы на других серверах. И последнее меню, это у нас донат. Как вы видите, мы попали на главную страницу донат валюты. Кстати, с 1 июня по 7 июня на сервере присутствует X2 донат, так что, если вы захотите задонатить, сейчас самое выгодное время. Плюс, вам не обязательно донатить, вы можете получить, как бы, донат, я уже говорил, это просто надрифтить 1 миллион 100 тысяч очков дрифта. И тогда вы получаете донат валюты, вам не нужно будет донатить. За донат вы можете купить себе одну из уникальных автомобилей. Вроде есть, такие же автомобили, только за обычную валюту, но они немножко отличаются по характеристикам. Также вы можете докупить себе слот за донат, и не покупать себе дом. Также вы можете купить VIP аккаунты, здесь есть 4 VIP, бронз, силивер, голд и фулл. Вы при нажатии на него можете посмотреть, какие плюшки он дает. Также можете просто купить разную валюту, 1 VIP, кстати, забыл сказать, это 1 рубль, или поменять себе номерной знак, и поставить, например, какой-то именной. Ну, что я могу сказать, интерфейс, интуитивное понятие, ничего лишнего нет. Конечно, это все будет дорабатываться, так как это все находится еще в бете, как вы поняли, вот. И сейчас, по моему плану, мы должны посмотреть автосалон. Но перед этим, мы прикупим себе дом. Погнали. Как только ты заходишь на сервер, у тебя доступно 3 слота для автомобиля, бесплатных. Вот, следующий слот вы можете купить через донат, расширить свой слот, можно так сказать. Либо вы можете купить дом. И да, вам не послышалось, здесь есть дома. Вот так они обозначены, в принципе, как на обычных RP или RPG серверах. Красный занятый, зеленый свободен. В принципе, сейчас вместе с вами мы поедем и прикупим любой какой-то дом и посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такая у нас здесь есть деревня, маленькая. Здесь дома, как и на других RPG серверах, имеют свое количество мест. То есть, например, вот мы подъедем к этому дому. Давайте посмотрим. Этот мест эконом плюс. Он стоит 335 тысяч долларов. У него есть налог. Да, кстати, у каждого дома есть налог. 2010 долларов в сутки. Также хотел упомянуть, что количество мест гаражных от класса не зависит. То есть, вы могли подумать, что если эконом, значит, одно место, там два максимума, премиум, там 5 максимальное количество. Но нет, здесь премиум может быть как и на одно место, так и на 5, так же, как и эконом может быть и на одно, и на 3, и на 5. Если я правильно запомнил, то максимальная стоимость дома это 500 тысяч долларов, а минимальная 300 тысяч долларов. Ну, давайте для эксперимента, где-то здесь была хата такая какая-то, вот, на 300 тысяч, в принципе, недорогая, эконом плюс. Нажмите Enter, чтобы открыть информацию. 1800 долларов налог в сутки. Купить. Все, вы успешно приобрели дом за 300 тысяч долларов. И теперь владелец Ewan Official. А вы можете сказать, Ewan, Ewan, какие дома? Мы зашли на Дрифт Андреас. Дрифт, Ewan, это не дом, это тачки. Расскажи мне все, что связано с тачками. Ну, давайте для начала, конечно, у нас есть BMW или 350Z, но нам хочется чего-то другого, да? Интересно же, кто посмотрит этот сервер, ну, типа, не ездить же на E36 или на 350Z. Хочется каких-то других автомобилей. Поэтому, давайте мы немножко поперемещаемся по автосалону, я вам покажу полностью весь автопарк этого сервера. Я думаю, вас он зацепит, в принципе, как и меня. Знаю, что мы телепортировались в первый автосалон. Это автосалон BMW. И как вы видите, тачки стоят как на старых МТА, на серверах. Нету никакой менюшки, а тачки стоят просто на улице. Значит, у нас присутствует BMW E34, который стоит 38920 долларов. И как вы видите, Drift D и Togo C. Если кто не шарит, Togo это скоростное прохождение трассы, то есть кольцо или спринт и Drift D. То есть у нас есть разные классы автомобилей, которые подходят под разные как бы дисциплины. То есть E34 подходит по Togo класс C или по Drift класс D. Есть автомобили, которые подходят там только по Togo. Есть автомобили, которые подходят только по Drift. На это уже нужно разбираться. E36 у нас стоит 24 тысячи. Также есть E30, ну легенда дрифта, конечно же, которая стоит 69500 баксов. Кстати, по Togo она хорошо заточена. M3 E92 и M3 E46. В принципе, по BMW это все. Перемещаемся в другой автосалон. Автосалон Up Garage. Это второй автосалон. Ну, я не знаю, какой он по счету. Он у нас в ролике второй. Здесь уже присутствуют какие-то японские автомобили. Nissan 370Z стоит 48 тысяч. Civic как бы 9-й 39500. Вот вы видите, Drift None написан Togo B, то есть он подходит под скоростное прохождение трассы, то есть под гонки класс B. Под Drift он не подходит, потому что он как бы переднеприводный. Как ты будешь на переднеприводном дрифтить? Ну, конечно, да, дочечки под задние колеса поставил дрифтить, но это не то. Это не то. Honda S2000 39500, Lancer, как бы шестой, 49200, Integra второе поколение, я так понимаю, 43900, такая она. Lancer, 68430, Trueno, конечно же, как же без Trueno, 39500, Mustang, 40 тысяч долларов он стоит, Supra новая, которая стоит 63900, Subaru, которая конь, кузов, это 38910, под дрифт она не подходит, потому что она как бы полноприводная, и Toyota MR2, который стоит 34450 баксов. А мы переходим к следующему автосалону. Следующий бичовый автосалон, в смысле не бичовый, в смысле пляжный автосалон, бич, я надеюсь, у меня монетизация не слетит, и первое, что мы видим, это Nissan 300ZX, достаточно редкая тачка, если честно, я даже не знал о существовании такой, и она присутствует на этом сервере. Дальше она стоит 32 тысячи, Miata стоит 19 тысяч, Nissan 350Z стоит 21 тысячу, есть 34 Skyline, который седан, он стоит 24 тысячи, дальше Subaru BRZ 26 тысяч, чайник, который стоит 30 тысяч, чайник, морковка, Mark 2, сотый кузов 30 тысяч, и Nissan 180ZX за 43 тысячи долларов, а, и также здесь у нас еще тачки стоят, это RX 7 Maya за 30 тысяч, Silvia S13 за 44 тысячи, кстати, Silvia, это одна из тачек, на которой присутствует больше всего тюнинг, Silvia S14 и Silvia, конечно же, S15 за 50, S14 за 40, и S13 тоже за 40. Следующий автосалон, это Daihatsu, здесь присутствует всего лишь, не всего, а что это за знак такой интересный, Lamborghini Aventador, ага, то есть он скоро появится, значит, у нас стоит Lexus, SC300 а-ля Toyota Soirer, ну, это одно и то же, Corvette, ZR1C6, если не ошибаюсь, да, и Nissan GTR R35, если честно, я на него уже глаз положил, поэтому давайте сядем в него и посмотрим, как же происходит покупка, значит, мы нажимаем B, выбираем цвет, конечно же, я хочу синий и купить, поздравляем вас с покупкой Nissan GTR-а, так, мы-то пахнулись на автослон Lots Memory, я так понимаю, типа потерянная память, значит, нас здесь встречает Skyline 34, который стоит 147 тысяч, Skyline 33 за 87 тысяч, Skyline 32 за 113 тысяч, Supra, конечно же, за 78 тысяч, и также вот здесь у нас стоят другие культовые автомобили по типу NSX-а, который стоит 163 тысяч, RX-7 77 тысяч, Nissan 300 ZX, также он известен как Nissan Z32 за 43 тысячи долларов, Mustang новый, который, за 40 тысяч долларов, и знак вопроса Mustang GT500 Shelby, это который постарее должен быть, но он, я так понимаю, еще в разработке. Также у нас присутствует шестой автосалон, это автосалон элитных автомобилей, на который нельзя добраться обычным телепортом, вам просто нужно туда доехать. Знаешь, что, мы приехали в самый дорогой, самый элитный автосалон, я пока что не буду вам показывать город, чтобы не спойлерить, из нас здесь пока что находятся 4 автомобиля, может, еще где-то находятся, но я просто не увидел, но я думаю, еще будут находиться здесь автомобили, но пока что у нас 4, это, как ни странно, Nissan Juke, я не знаю, что он здесь забыл, подтого, наверное, топ, Nissan NSX за 193 тысячи, 193, он же стоит, подожди, 195, ага, Nissan GTR 34 в обвесе Zetune, который только для Togo, Nismo, и Nissan 35 GTR, который только под Togo, я не знаю, зачем я тогда купил обычный GTR 35, если я мог купить Nismo, ну да ладно, в принципе, по всем автосалонам мы прошлись, сейчас купим несколько автомобилей, кроме этого GTR, и поедем истюнить, я вам покажу, как же здесь устроен тюнинг, значит что, давайте первое это выберем экстерьер, это бампера, нам 8 и нам 4, мы выбираем камеру, и листаем как бы тюнинг, и выбираем какие бампера нам понравятся, я думаю, вам это особо интересно не будет, поэтому мы сделаем это в ускоренной перемотке, в принципе, по внешнему мы тачку затюнили, теперь переходим к дискам, дальше мы переходим в покрасочку, выбираем разный цвет, также здесь есть RGB-шная настроечка, также если вам не нравится обычный цвет автомобиля, вы можете сделать какой-то Libray, например, здесь есть покрасочная работа номер 1, но также на других автомобилях есть прям реальные Libray с разными красивыми расцветками, на это конечно же все потом будет добавляться на сервер, также у нас есть разные типы красных, есть металл, мат, перламутр и стандарт, давайте возьмем ну конечно же перламутр, например, мы сделаем нашу сливу красным таком цвете, нажимаем Enter и покупаем, в принципе по тюнингу у нас внешнему все, пока что потом будут добавляться цветы фар, неоны, тонеры, т.д. может я конечно еще что-то не доглядел, может, но пока что так, в принципе тачка у нас уже изменилась и теперь самое главное это же конечно же чиповочка, потому что здесь кастомная физика, вот вы видите чел передо мной очень интересным ником навалит на E36, только мы наваливаем по правому стороннему движению куда на слева стороннее, потому что мы в Японии кстати красиво сейчас было, достаточно, а мы не теряем времени и мы приехали, можно сказать на местную чиповку которая вот так называется как вы видите Motors нажимаем на E и заезжаем в чип, где можем детально настроить свой автомобиль в принципе как в Асета курсе мы можем здесь изменить общие настройки то есть нижний предел сжатия отскок веритний предел подъем можем изменить только для задней оси то есть развал исхождение также можем изменить отдельно для передней оси все что мы не сможем сделать это вынос колеса и размер колес потому что это нам не позволяет рейдж но если вы не знаете что за что отвечает что куда тыкать что куда менять вы можете просто зайти на сервер дискорде где уже есть готовые чиповки на разные автомобили и поставить одну из них чем я в принципе сейчас и займусь знаете что пацаны я немножечко настроил наш автомобиль как вы видите немножечко развал исхождение поменялся немножко выворот поменялся немножко физика поменялась автомобиль должен как бы в древсе получше по идее управляться что на самом деле так и есть чиповочка конечно я нашел достаточно старая потому что каждый раз значение меняется доступное именно как-то так нет рулится намного лучше так пацаны у вас наверное возникнет логический вопрос вот вы сказали вот ты показал где их покупать тачки показал разные автосалоны показал что с ними можно сделать показал тюнин показал чиповочку показал моечку окей а что делать если я захочу продать свое транспортное средство что же делать первое куда вы можете слить это конечно же на свалку вот такой вот значок на карте который находится плюс-минус посередине вот и здесь подъезжаешь сюда и ты можешь продать свой автомобиль за 67% от стоимости его нового если я его засигналю мне же будет какое-то предупреждение то есть за 76000 я его могу слить но самое интересное то что этот процент меняется каждых 2 часа он может быть как и 20% как и 40% так и 60% поэтому этот процент нужно ловить также все эти проценты дублируются в дискорде автоматически также хотел сказать чтобы вы не спешили расстраиваться потому что в игрике телепорте там где автосалоны у нас есть авторынок то есть ты можешь опахнуться на авторынок здесь будут представлены разные автомобили на продаже к сожалению сейчас никого нет ты можешь просто заехать на меточку вот так е для продажи писываешь любую цену например 120 тысяч долларов вот так нажимаешь продать ваш автомобиль выставлен за а подожди не 120 выложил а нет лям 20 1.2 ляма понял ваш автомобиль будет вот так вот выложен так как на нем у меня тюнинга нет не пишется внизу тюнинг просто пишется что эвен официал 4 дичник продает ниссан skyline 35 и самое интересное то что как только любой игрок вылаживает свой автомобиль на центральный авторынок вот сюда автоматически в дискорде дублируется его объявление то есть в дискорде пишется что такой-то такой-то продает такую-то такую-то тачку за столько-то столько-то тысяч мы сейчас вместе с вами выложили гтр и я вам сейчас приложу скриншот как он появился в дискорде ну в принципе если мы хотим снять автомобиль с продажи мы просто подходим садимся в него и нажимаем е чтобы снять с продажи и все и мы теперь можем свободно уезжать а теперь мы переходим вместе с вами к самому сладкому на этом сервере это кастомные трассы и кастомные гонки во первых давайте перейдем на разные трассы я если честно еще на всех не был самое больше мне понравилось это шутоко экспресс вей давайте пахнемся на паркинг мы пахнулись просто на скоростную трассу которая находится в токио мы можем выехать немножечко пошишковать между радиов но больше всего мне нравится здесь кататься ночью когда у тебя включено кастомное освещение ты едешь это колесо обозрения эти тачечки эти боты которые перестраиваются из ряда в ряд смотрится максимально круто и кстати достаточно неплохо оптимизирован сервер если вы можете сказать что ну у тебя же сейчас видно что подлагивает у меня просто ком говно у меня как бы 10.50 на 2 гига также здесь у нас установлены камеры как в Need for Speed 2015 там хити пейбеки которые мы просто проезжаем на большой скорости и зарабатываем бонус вместе с вами мы сейчас топахнулись на легендарную трассу Акина Дрифт если честно не знаю в какую сторону ехать наверное прямо или сюда давайте поедем например сюда это легендарная узкая трасса для дрифта которая была в аниме я не помню там где E86 не помню как она называлась Intel Intel вроде как-то так здесь вы можете в принципе топахнуться и подрифтить вместе с другом только вот чиповочку нужно поменять ой сори брат как же это необычно смотрится ехать по этой трассе вдвоем GTA 5 прям вообще кайф также у нас есть трассы не только в горах и которые спринты также у нас есть кольцевые трассы легендарная одна из них это Ibis Минами в принципе по которой мы сейчас едем где можем устроить и дрифт заезды парные также какие-то гоночки спринты на время и дтп также у нас есть гонки по песку как бы ралли настоящее ралли где можем конечно же поехать боком на гитаре сейчас мы создадим гоночку вот чел на супе приехал вот например хим клайм есть какая-то гонка например на 6 человек ожидает гонщиков нажмите е чтобы открыть информацию по чехпоинтам ваша задача проехать гонку по заданным точкам по завершению гонки вы получите возограждение за чистую гонку без повреждений авто или восстановление дополнительные доллары за тайм атак яички дрифта накопленные во время гонки также вы можете заработать гонка на 6 человек максимум есть на 8 можно и побольше по чекпоинтам можем выбрать режим 1 против всех 1 на 1 и просто 1 как бы самому здесь у нас есть рекорды людей на разных автомобилях вот кстати тачки не повторяются что самое главное вот он проезжал там за 240 кто-то за 3 минуты кто-то за 3 минуты кто-то за 3.19 мы начинаем на 1 против всех на GTR и слева слева возле карты написано игрок even official запустил гонку хилм клайм также написано что игрок такой-то такой-то подключился к гонке в принципе через 30 секунд мы начинаем собираем народу ооо я думаю будет весело и сейчас будем гоняться как бы покажу вам как это все выглядит гонка началась удачной дороги как вы видите слева у нас появился интерфейс even official у нас ник номер 1 и написано расстояние до финиша сколько нам осталось также на карте вы видите блять метки синие и красные красные это который чекпоинт тебе нужно сейчас проехать синий это следующий чекпоинт то есть нам нужно ехать здесь прямо а также в гонках боты не отключаются я проехал я проехал опять мы нажимаем восстановление на уай вернее на уай а на у и нас тп ехает к чекпоинту если мы не дай бог пропустим какой-то чекпоинт вот перед нами едет в принципе игрок на поршике он едет второй мы едем за ним и мы должны как бы ехать конечно и набирать по желательности больше очков дрифта и тогда мы сможем больше денег заработать вверху у нас идет интерфейс получается с временем и чекпоинтом который мы сейчас проезжаем меню гонки игре внизу и там можем выйти с гонки или закрыть вроде пока что меню восстановление это мы уже нажимали самое главное сейчас нам это догнать первого игрока пока что этот интерфейс пока что не реализован кто первый кто второй но позже это все конечно же будет сделано бля есть все а нет на втором месте серьезно сколько там 313 313 346 449 понимаю для починки автомобиля е в принципе мы закончили гонку и появились на такой вот парковочке мы можем сразу же поехать и начать какую-то другую либо это пахнуться но это уже ваша фантазия но в принципе как-то так у нас реализована гоночка вот кто-то еще ее доезжает так понимаю щел на rx7 или уже доехала а вот доехал только что но у меня в принципе на этом все вот такой видос вышел вместе с вами посмотрели на уникальный сервер drift andres с уникальной физикой уникальной картой уникальными фишками которых нет на других проектах как минимум трафик я думаю это уже стоит чего дома интерфейсы гонки трассы дрифт телепорт это все понятно я надеюсь этот сервер вам понравился как и мне если что ссылочка на него будет в описании ролика на айпи на группу на дискорд у сервера есть большое будущее я думаю это все таки убийца если так можно сказать ями митчи и дрифт в парадайз в мта ведь все знают что мта немножечко уже загнивает и все переходят с мта с ампа на гта 5 на разные проекты будь то рп или рпг именно поэтому я думаю что любители дрифта которые тусуются на всяких мташных дрифтовых серверах скорее всего перейдут в гта 5 если в гта 5 то только на этот сервер поэтому обязательно нажимай на лайкос пиши в комментариях как тебе этот сервер зашел ли ты бы поиграть на него или нет что тебе больше всего понравилось мне будет очень интересно почитать также напиши стоит ли дальше играть на этом сервере снимать какие-то новые интересные видосы возможно рубрики возможно покатушки возможно дрифт возможно тюнинг пиши в общем комментарии все читаю все смотрю все лайкаю также не забывай подписываться на канал здесь выходит очень много интересного полезного веселого контента нажимай на колокольчик чтобы никогда не пропускать новые ролики на канале ну с тобой был Эван всем желаю хорошего дня всем удачи пацаны и всем пока пока